Добрый день! Наша постоянная рубрика Олег Комаров отвечает. Далее Константинович, Саратовцы интересуются, задают вопросы. Вы вот вроде бы ушли из депутатов, вас не видно, не слышно. И чем вы сейчас занимаетесь? Вот, например, я знаю, что вы пишете книги и недавно совершенно вступили в союз российских писателей, известно мне. А вообще вы интересуетесь местной политикой и не желаете ли вернуться в большую политику? Ну вот я начать хотел с того, что действительно я 20 лет был депутатом местного органа власти, то есть вот это в городе Саратове. Вот уже 6 лет уже я не депутат, то есть вот и обыкновенно это житель города Саратова. Но вот помимо вот этого вот, будем говорить, состояния, в котором я нахожусь, я, как говорил уже, что политика – это древнее выражение экономики. Так как я занимаюсь экономикой, волей-неволей я занимаюсь и политикой. Ну помимо того, что я возглавляю партию дела по Саратской области, я ее руководитель, я также вот являюсь президентом Роскономического общества по Саратской области, а еще комитет по продействию коррупции Саратской области. Ну понятно, то есть вот как вот, если ты занимаешься этим направлением, как можно, то есть без политики, волей-неволей ты касаешься тех или других чиновников, ты отстаиваешь интересы населения в тех или других вопросах, другим словом ты занимаешься политикой. Понятно, что вот помимо вот этих вопросов я также стал заниматься еще вещами, когда стал заниматься написанием книг и различные вот, значит, статьи писал там в тех или других журналах, а потом уже систематизировал, и вот все это входило в книги. А все начиналось с того, что… Я слышал, что у вас еще скоро, вам подходит еще одна книга. Да, конечно, конечно. Все начиналось с того, что в Саратове, вот когда я был депутатом, был председателем городской думы Малетин Виктор Владимирович, и вот все вместе мы создали музей параметаризма. Он и сейчас есть вот в городе Саратове. Когда я приходил в этот музей, я смотрел, ага, вот что хватает, что не хватает, какие-то там экземпляры там, и видел, вот есть какие-то вот ниши, которых не хватало. Ну, начать с того, что, допустим, вот первую книгу я написал «Неудобный депутат». Меня так чиновники называли. Ну, вот называли чиновники, но коль называли, я и написал так «Неудобный депутат». Кстати, эта книга о том, что вот будущие наши депутаты, мэры, губернаторы, президенты, а вот как к этому нужно вот идти, что нужно делать? Вот в этой книге об этом написано. Она как бы помогает этим людям, которые хотят посвятить себя политике различного уровня. И второй момент, то есть население, посмотреть вообще, что такое работа депутат во время 131-го федерального закона. Следующая книга у меня была «Человек-дела». И вот «Человек-дела», вот эта вот книга, она первая, значит, во-первых, период коронавируса, то есть возник. То есть вот как было об этом не писать. Следующий, то, что вот мы, я член партии «Дела», а в партии «Дела» у нас более 280 руководителей предприятий крупных. Конечно, там многие вопросы, которые возникают в Саратовской области, в городе Саратове, на которые нет ответа. Я, у меня есть возможность в Москве встречаться с коллегами, и сдаю им вопрос. А так как они все время занимаются, то есть практика применения тех законов, то есть вот которые регламентируют нашу деятельность, то находишь ответы на правильные вопросы, то есть и правильные ответы, как надо поступить. Как надо поступить в местном управлении, в региональном, в федеральном уровне, в тех или других вопросах. Вот это все, оно позволяет мне переносить это все на листки, то есть вот эти книги, и в книгах я описываю, а что такое муниципальное, региональное и федеральное управление. Что такое бюджет, что такое налогообложение, что такое тарифы, естественно, на поле. То есть я пишу вот то, что население нас волнует. И стараюсь писать таким простым языком, чтобы было понятно. Вот дальше, значит, часто я пишу вот дата такая-то, такой-то период. То есть вот и получилось так, что у меня книги там, значит, вот они, наверное, вот закрывают год. То есть, допустим, вот сейчас у нас 23-24, вот это вот 24-й год уже заканчивается будет. То есть книга также в конце года посвящена 24-м году. Кстати, могу сказать, что вот когда я анализировал вот этот музей паралитаризма, я обратил внимание, что у нас есть вот такие вот как бы недоработки в историческом плане. А именно, а нет у нас энциклопедии мэров города Саратова. Нет у нас энциклопедии губернаторов Саратской области. Я решил этим заняться. То есть уже этим мы занимаемся. И вот начали мы с того, что энциклопедия мэров города Саратова. Сейчас уже набираются материалы. Работа будет такая, что помимо вот исторического материала, который, то есть вот этот по всем мэрам у нас есть, я являюсь живым свидетелем. Я знал многих мэров, начиная с Малеку Александра Николаевича, то есть вот и многих других мэров, которые я видел, как они работали. Я видел их плюсы, минусы и так далее. И, конечно, вот в этой энциклопедии я, как очевидец, могу описать, что хорошее, что плохое было. Или вот, допустим, свой рецепт уже задним числом. Мы, конечно, все умнее. А что вот нужно было бы сделать, чего не хватало, чтобы добиться вот этого, вот этого, вот этого, вот этого. Поэтому вот такая работа будет в 25-м году. Она также будет выполнена. То есть вот это вот. И дальше будем уже переходить к другим различным, более крупным работам. А политика? Политика, так как получилось, я сказал, что политика концентрирует выражение экономики, а так как я занимаюсь экономикой, она все время будет во мне присутствовать в той или другой степени. Поэтому я люблю работать. И мне нравится, как профессионал, добиваться тех или других каких-то результатов. А тем более сейчас, то есть вот уже есть возможность все это вот переносить на историю. Огромное вам спасибо. Спасибо вам. Задавайте ваши вопросы Олегу Кумарову. Он на них ответит. А пока всем счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok